Всем здравствуйте! В эфире вечерний выпуск новостей. Меня зовут Егор Матаев. Пришло время подвести итоги этого дня. Вот главная тема. Первый крупный стационарный пункт вакцинации от коронавируса открылся сегодня в краевой столице. Он расположен в торгово-офисном комплексе Геомаркет. В Следственном комитете России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту хлопка газа в Барнаульской многоэтажке. Подробности далее. Жители элитной Барнаульской многоэтажки обнаружили, что не имеют права пользоваться парадным входом. В чем причина? Расскажем выпуске. Губернатор Виктор Томенко обсудил перспективы развития завода Сибынаргамаш с руководителем Михаилом Клугманом. Шесть лет назад предприятие прошло процедуру банкротства, а в этом году его доход может составить 2 миллиарда рублей. Подробности в нашем сюжете. Несколько лет назад завод Сибынаргамаш испытывал финансовые трудности, но уже в прошлом году предприятие показало доходность полтора миллиарда рублей. В этом планирует выйти на 2 миллиарда. Удалось руководству предприятия, коллективу предприятия вернуть доверие рынка. И таким образом сегодня контрактами завод обеспечен с хорошей глубиной аж до почти конца 2022 года, то есть следующего года. Поэтому большое влияние завод, конечно, оказывает с точки зрения формирования показателей роста, развития промышленности края. Ну и, конечно, это достаточно большой, повторюсь еще раз, и работодатель, и налогоплательщик. Сейчас в штате около 800 сотрудников. За два года объем производства увеличился на 60%. Завод ведет комплексную работу по возвращению рынков сбыта. Это первый этап восстановления предприятия, отмечает генеральный директор Михаил Клугман. Четверть поставок идут на экспорт. От Гвинеи до Индии также готовится контракт с Кубой. Восстановление завода, возвраты его на рынок. Емкости рынка мы оцениваем достаточно позитивно. Несмотря на зеленый вектор развития энергетики, то, что мы умеем делать, мы делаем очень хорошо, и оно будет востребовано еще, думаю, не одно десятилетие. Потому что наши котлы работают, как один из посетителей сказал, как автоматы Калашникова, очень долго и надежно. Поэтому я думаю, что лет 30-40 наши котлы еще будут работать, они требуют, соответственно, ухода и каких-то модернизаций запчастей. Работает предприятие и над сокращением издержек. С 2019 года завод участвует в нацпроекте «Производительность труда». Мы в два раза примерно перевыполнили обязательства, взятые перед Федеральным центром компетенции. То есть за два года рост производитель составил около 60%. Сегодня начинается второй этап восстановления Сибэнергомаша. Руководство завода планирует перейти к поиску профильного инвестора. Вложения могут составить от сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей. Артем Тарасов, Дмитрий Козерлыга, Новости. 272 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировано в Алтайском крае. Под данным оперативного штаба выздоровел 101 пациент. Также зафиксировано 18 смертей от коронавирусной инфекции. Всего же в крае 61 500 инфицированных. Из них 48,5 тысяч выздоровели. Свыше 3 тысяч человек с подтвержденным коронавирусом проходят госпитальное лечение. Кроме того, 672 пациента с подтвержденной вирусной пневмонией также находятся на лечении в ковидных госпиталях. По данным оперштаба, тяжело больных 817 пациентов на аппаратах ИВЛ-239. Первый крупный стационарный пункт вакцинации от коронавируса открылся сегодня в краевой столице. Он расположен в торгово-офисном комплексе «Геомаркет». Пункт развернули за 72 часа. В нем будут работать врачи сразу двух медицинских учреждений. Третьей городской больницы и десятой поликлиники. Одновременно работают пять врачей, два процедурных кабинета, можно так сказать, два рабочих места. Средним по расчетам нашим минимум 500-700 человек в день. Рабочее место врача, пункта вакцинации «Геомаркета» ничем не отличается от рабочего места, пункта вакцинации любого медицинского учреждения. Такая площадка поможет сохранить стандартный режим работы медицинских организаций. Виктор Ковальчук – один из первых сотрудников центра, кто поставил прививку в самом крупном стационарном пункте региона. Да, это надо, надо. Почему? Ну, чтобы люди не, как сказать, не болели, ни смертности не было. Я второй раз поставил, ну как уже, спутник. Чтобы поставить прививку жителям региона, с собой нужно иметь паспорт и СНИЛС. Стационарный пункт будет работать с 10 утра и до 7 вечера. Напомню, что всего в регионе уже вакцинировались более 350 тысяч человек, а прививаются почти полмиллиона. Общественники и депутаты Алтайского края проверили, насколько сильно подорожали в регионе овощи, и выяснили, есть ли возможность снижения цен. Представители партии «Единая Россия» и Краевой общественной палаты провели рейд по торговым точкам Барнаула. Они изучили стоимость продуктов, которые входят в так называемый борщевой набор. Когда цена килограмма моркови превысила курс евро, жители серьезно возмутились. Продукты первой необходимости из борщевого набора, а это капуста, морковь, свекла, лук и картофель, должны быть доступны, считают, в «Единой России». Депутат Краевого Заксобрания Денис Голобородько и заместитель председателя Общественной палаты региона Василий Куц посетили как торговую сеть, так и рынок, чтобы разобраться в ценообразовании продуктов. Мы с мая месяца, с 1 мая, вот каждые две недели все цены выписали, вот закупочные, вот розничные. Если вы посмотрите, то закупочная цена от розничной, ой, от розничной отличается на 20%. То есть наша наценка составляет ровно 20%, не больше. 20% – это небольшая наценка. В некоторых торговых сетях она может доходить до 200 и 300%. На стоимость овощей и других продуктов влияет и сезонность. Но в «Единой России» считают, что рост цен, особенно в последние месяцы, неправомерен. Именно чтобы выяснить возможность повлиять на цены и снизить их для жителей, и прошел этот рейд. Во-первых, отметили и в сети, в которой мы были небольшой, и, соответственно, на ярмарке, что цена будет снижаться. В ближайшее время это связано с тем, что производство на территории Российской Федерации сейчас и на территории Алтайского края как раз входит в ту фазу, когда непосредственно копают все эти овощи на нашей территории. Поэтому они сейчас будут поступать в сети, и цена, соответственно, на тот борщевой набор продуктов, которые входит в него, она снизится. «Сезонное удешевление будет, но ценовую политику нужно регулировать», считают депутаты, особенно при работе с крупными сетями. «Да, это та тема, которую мы обсуждали на прошедшей неделе, развитие ярмарочной сети, мест, где можно реализовать свою продукцию непосредственно товаропроизводителям, небольшим фермерским хозяйством. Оно позволит снизить цену не только непосредственно для отдельных потребителей, но, тем не менее, сети пойдут вниз, мы в этом уверены». По итогам рейда депутаты сформируют предложения по снижению цен. Одним из эффективных методов называют развитие рыночных и ярмарочных форм, что поможет исключить посредников и лишние наценки. Артем Тарасов, Дмитрий Козерлыга, новости. Жители края опасаются перебоев с поставкой курицы. Резонанс в обществе возник после крупного пожара на бийском предприятии «Алтайский бройлер». Он произошел 3 июля этого года. Площадь возгорания составила более 2500 квадратных метров. Продавцы продовольственных магазинов отмечают, всю прошлую неделю курицы на прилавках не оставалось уже ко второй половине дня. Покупатели скупали буквально все. Мы узнали, испытывают ли сегодня барнаульцы сложности с приобретением этого продукта. С курицей, вы знаете, было дело. Ну нет, мы буквально вчера готовили. Все нормально было. Все нормально, все нужно, покупаю. Нет таких вопросов, проблем, спасибо. Нет, я что-то не увлекаюсь этим, не брала давно уже курить. Тяжело сейчас найти, если я все время раньше брала, то есть, по-моему, алтайский бройлер, пицефабрика, куриные грудки, то сейчас их очень редко можно где встретить. Мы не берем, поэтому не могу. Я вместо курицы индейку беру. Нам прокомментировали ситуацию алтайский бройлер. Руководство заверило. Возобновить производство в полной мере они планируют осенью этого года. В результате пожара на заводе по убою и переработке мяса птицы выпуск готовой продукции временно приостановлен. В настоящий момент закончен демонтаж поврежденных металлоконструкций, и эксперты приступили к обследованию поврежденных цехов. Для хранения готовой продукции в настоящий момент наши специалисты занимаются подготовительными работами по строительству временного склада. Купили квартиры в доме без подъездов. Жители элитной барнаульской многоэтажки обнаружили, что не имеют права пользоваться парадным входом. Застройщик продал лестничные клетки под офисные помещения, а жильцам предложил добираться до дома через автомобильный проезд. В ситуации разбиралась Софья Житина. Этот дом со шпилем стал не только одной из визитных карточек краевой столицы, но и оказался в центре скандала. Жильцы трех подъездов недоумевают, почему им запрещают пользоваться парадным входом. Есть фактический, физически существующий вход. Мы им сейчас можем пользоваться с инвалидным подъемником. Мы можем комфортно зайти, подняться на свой этаж. Почему я должен как-то в свою квартиру попадать через какие-то эстакады, непонятно как мне. Просторный холл лифт, а вот здесь могло бы быть оборудовано место для консьержки. Кажется, это место общего пользования. Но в трех подъездах дома оно оказалось продано под офисные помещения. Как мы выяснили, что это оказывается не жилые помещения, и соответственно застройщик говорит, что этот вход будет закрыт. Я думаю, если жилец ознакомился с проектной документацией на сайте, то для него не должно быть никаких новостей. Год нам обещали, что второй выход 100% будет, ребята. Когда мы получили ключи, нам сказали, выхода не будет. Пройдем по пути жильцов злополучных подъездов. Выходим на крышу парковки. Она на уровне второго этажа. В будущем, обещает застройщик, здесь появится благоустроенный двор. Но пока, чтобы попасть на улицу, придется преодолеть автомобильный заезд с крутым спуском. Вот этот проход может стать для жителей основным. Однако летом, даже в небольших каблуках, здесь ходить страшно, можно ноги сломать. Что же будет зимой, даже в небольшой гололед? Как мы возрастные будем там скатываться? Вот такой же вопрос я задаю. Я тоже сейчас задаю этот вопрос. Я в дорогу человек не могу попасть. Я еще должна санки за собой носить зимой. Я боюсь за безопасность своего ребенка. Я не знаю, как она у меня будет ходить. Через какие-то непонятные парковки, через эту эстакаду, через которую даже взрослых людей страшно отпускать. Компания-застройщик поясняет все по закону. А жильцам обещают построить современный лифт с улицы и прямо во двор. После ввода объекта в эксплуатацию жильцы смогут пользоваться подъемником лифтовым, который может их доставлять в дворовую часть. Также жители могут попасть в свои квартиры через парковку. То есть с каждого уровня парковки осуществляется доступ в лифтовый холл. Также застройщик обещает лестницу в зоне автомобильного проезда. Такое решение жильцов не устраивает. Его ширина меньше нормативных для высотных домов 6 метров. Если построить лестницу, проезд еще сузится. У экспертов возникают вопросы еще и к пожарной безопасности. К примеру, отсутствие пешеходной зоны по пути эвакуации из здания. Подъезд на дворовую территорию осуществляется через два пандуса. Пандусы имеют уклон очень высокий и не соответствуют на сегодняшний день в том виде, в каком они есть проездом для пожарных машин или для машин скорой помощи. Впрочем, нарушение ли это? Говорить пока рано. Дворовая территория еще не сдана в эксплуатацию, поясняет застройщик. Для того, чтобы отстоять право свободно заходить в дом без опасности для жизни, жильцы готовят коллективное обращение в прокуратуру и мэрию. Телеканал «Катунь-24» следит за развитием событий. Софья Житина, Алексей Михайлов, Михаил Лифуншан. Новости. В Следственном комитете России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту хлопка газа в Барнаульской многоэтажке. Напомню, ЧП произошло вчера утром по адресу молодежная 37. Пострадали жильцы двух квартир. Следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть ненадлежащие оказанию услуг и выполнение работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По данным следствия, весной 2021 года в одной из квартир сотрудники компании «Алейск Межрайгаз» выполнили работы по техобслуживанию и ремонту газовой плиты. А вчера из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого 69-летняя женщина получила ожоги тела, причинившие тяжкий вред ее здоровью. В настоящее время следователям проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, а также на установление лиц, выполнявших работу по обслуживанию газового оборудования. Расследование продолжается. На сегодняшний день известно, что власти Барнаула направят 5 миллионов рублей на восстановление дома на улице Молодежной 37. Как сообщил глава администрации железнодорожного района Михаил Звягинцев, на заседании районной комиссии по ЧАЭС принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации. По результатам экспертизы, жильцам дома за исключением трех квартир ничего не угрожает. В настоящее время газоснабжение и электроснабжение в доме восстановлено во всех квартирах, кроме двух. В ближайшее время будет определен подрядчик, который займется восстановительными работами в доме. Алтайские волонтеры регулярно обучают добровольцев из других регионов по программе федеральной стажировки. Сегодня в Олейске для них подготовили сразу три мероприятия именно такого формата. Ну а прямо сейчас на месте работает моя коллега Алина Пенигина. Алина, здравствуйте, вы в эфире. Да, здравствуйте, Егор. Мы сейчас находимся в городе Олейске. Сегодня здесь проходит очередной этап стажировки волонтеров. Подробнее нам об этом расскажет Никита Федюнин, директор Алтайского центра развития добровольчества. Никита, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что это за стажировка? Здравствуйте. Дело в том, что Алтайский край во второй раз выиграл в конкурсе субъектов Российской Федерации на право организовать обучающую стажировку для лидеров и представителей добровольческих организаций. И вот, собственно, в понедельник у нас это мероприятие началось. Сегодня мы находимся с выездной программой в городе Олейске. Что сегодня уже показали стажерам? Сегодня для стажеров состоялась презентация проекта «Победа в каждом из нас». Также стажеры смогли посмотреть одноименный фильм, который был снят в рамках реализации проекта. Помимо этого, некоторые из ребят смогли записать свои личные истории, чтобы они оставились в базе данных проекта. Также для ребят была организована презентация проекта «Экопаспорт города Олейска». Это делают волонтеры-экологи «Движение делай». И, собственно, небольшая лекция по взаимодействию волонтерских организаций с бизнес-сообществом. Расскажите, а что еще сегодня покажут ребятам? Прямо сейчас для ребят Ильиченко Татьяна Викторовна проводит так называемый «Олимпийский урок». Они знакомятся с ее деятельностью, после чего для них пройдет зарядка с «Олимпийским чемпионом». Ребята смогут немного размяться. Также у нас в рамках нашей «Экоповестки» подготовлен мастер-класс по изготовлению кормушек. Стажеры изготовят и повесят 10 кормушек для птиц. И после всего этого состоится небольшой пикник для завершения такого трудового дня. А какая программа завтра ждает ребят? Завтра ребята познакомятся с мерами поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае, деятельностью наших серебряных волонтеров. После этого будет у них возможность уже в следующие дни познакомиться с волонтерской программой «Кубка мира по гребле на байдарках и канои». И, собственно, последний день – это день экскурсии, чтобы посмотреть и красоту региона. Спасибо большое, Никита. Ну, а у меня на этом все. Я передаю слово коллегам в студию. Егор? Да, Алина, спасибо. Ну, а это были все новости. На сегодня увидимся в эфире. Завтра утром до встречи. Редактор субтитров А.Семкин